Приветствую вас друзья, с вами Surwager и по обыкновению предлагаю вам ознакомиться с последними новостями игры 7 days to die, которые я смог для вас собрать на форуме, в ютуб и других местах. Поехали! И первая и основная новость выпуска это новое видео, которое опубликовал Джоэл на своем канале. Это первое видео из серии посвященной тому, что разработчики планируют добавить 17 альфу. Для начала напомню о том обещании, которое дал Джоэл, когда на официальном форуме открыл ветку обсуждения новой 17 альфы. А пообещал он показывать в своих видео только то, что со 100% вероятностью должно попасть в ожидаемую 17 альфу. Потому все, что вы сейчас увидите на концепт-артах имеет огромные шансы попасть в 17 альфу. Но может быть не совсем в том виде, как это показано на рисунках, так как это всего лишь концепт-арты, так что кое-что все-таки может поменяться. Также тут пойдет речь о том, что в 17 альфу может не попасть, но об этом я сообщу дополнительно. Итак, первый NPC, изображение которого сейчас красуется на вашем экране, это главарь изначально враждебной фракции бандитов, одной из двух пока что запланированных фракций. Этот NPC будет играть роль главаря бандитов. Как видно из рисунка, этот воин носит тяжелые железные и стальные латы, а его голову прикрывает боевой противогаз, судя по трубкам, соединяющим его с чем-то наподобие фильтра на груди. Из оружия имеет одноручный меч и двуручный боевой топор. Оружие говорит само за себя, это рукопашник. Вот скажите мне, какую опасность может представлять этот враг? Судя по всему, он медлителен и неповоротлив. Огнестрельного оружия при себе у него нет. Если его не подпускать на расстояние удара, то с ним будет легко справиться даже обычным луком, но это если исходить из того, что есть сейчас. В то же время на этом воине может быть пуля и стрела непробиваемая броня, вот тогда придется повозиться. Следующий NPC из той же фракции бандитов, это элитный страж. Со слов Джоэла, бандиты будут заправлять казино и другими заведениями подобного рода, и этот NPC будет служить в них охранником. Встретив вас на своем пути, он вполне может пятнуть один из своих топориков вам в голову и раскроить черепушку вашего персонажа. Судя по арту, предполагается некоторое разнообразие видов вооружения, которым могут быть экипированы эти воины. Этот воин хоть и выглядит менее защищенным, чем герцог, но мне он кажется куда более опасным, за счет того, что носит легкую броню, которая позволяет ему достаточно быстро передвигаться. Плюс ко всему, этот воин предположительно будет способен кидаться томагавками. В ближнем бою он, как мне кажется, будет мало уступать герцогу, благодаря предположительно высокой скорости атаки. Противостоять бандитам будет фракция White River, Белая река, все члены которой будут иметь отличительный знак в виде белого платка, повязанного вокруг шеи или другой части тела. Возглавляет эту фракцию Белой реки некий Ной, больше про него пока что ничего не известно. И первые представители этой фракции, простые посыльные, Карсон Максвелл и его подруга, назовем ее Мисс Карсон. В их задачи входит пополнение ассортимента торговцев, в частности тем, что они находят в мире Seven Days to Die. Этих персонажей часто можно будет встретить на дорогах между городами и поселками. Как можно будет с ними взаимодействовать, пока сказать сложно. Имена персонажей в игре будут генерироваться случайным образом, как это сейчас уже происходит с названиями городов. Но Джоэл сомневается, стоит ли это делать для такого типа персонажей. Видимо, настолько они будут незначительны. На следующем арте мы видим Рейнджера. Этот персонаж одет в легкую броню и плачет с капюшоном. На поясе можно рассмотреть три чехла, возможно для метательных ножей, а также катану и завершает экипировку обычный деревянный лук. Может Рейнджер, который мы видим сейчас на картинке, просто новичок, потому и не может себе позволить составной лук. Рейнджеры это, скажем так, мини-фракция в составе фракции Белой реки. У них будет своя небольшая линия квестов, связанная со скрытным перемещением и использованием луков. Я думаю, что в результате выполнения квеста в этой фракции, мы сможем получить, к примеру, часть из составного лука, или нас научат делать такой лук. Или какие-то другие приспособления, которые помогут оставаться незаметными. Кстати, обратите внимание, Рейнджер из фракции Белой реки является некоторым аналогом элитного стража из фракции бандитов. Практически одинаковый тип брони, наличие дальнобойного оружия, а стелс это, наверное, второе имя индейцев, ну, после ниндзя, конечно. Так что вполне возможно, что элитный страж будет аналогом мини-фракции рейнджеров, но только в составе фракции бандитов со своей небольшой линией квестов. Теперь поговорим про торговцев. Торговцы это нечто вроде фракции нейтралов. Джоэл говорит, что главарь бандитов, герцог, чем-то схож с Ниганом из «Ходячих мертвецов». Он также навязывает торговцам свою защиту, за что берет с них большую часть их прибыли. Так что хоть торговцы в душе и поддерживают Ноя из Белой реки, но они с радостью заплатят герцогу, так как очень боятся его. В данный момент, в той игре, которую мы знаем, все торговцы отличаются только внешним видом, озвучкой и видом базы, в которой они обитают. В остальном это абсолютные близнецы. Нет, даже не близнецы, так как даже близнецы имеют больше отличий. Я бы скорее назвал их клонами. Они торгуют одним и тем же набором товаров, имеют одни и те же цены и дата обновления ассортимента у них всегда одна на всех. С введением NPC в игру каждый торговец получит свои особенности. К примеру, кто-то будет торговать деталями, кто-то техникой, кто-то будет специализироваться на сельском хозяйстве, а будут и такие, кто будет заниматься исключительно торговлей оружием и наркотиками. Шучу, наркотики пока не завезли, хотя не уверен, нужно будет спросить у охранника казино на этот счет. В общем, пока что с приходом 17-й альфы мы получим три вида торговцев. Техника, оружейника и фермера. Кроме набора товаров, зависящего от направления деятельности, у торговцев можно будет получить уникальные квесты, в результате выполнения которых, к примеру, от оружейника можно будет получить уникальное оружие, а выполнив квест от техника, можно будет получить ценные детали, к примеру, от боевого мотоцикла Вепрь или от гирокоптера и прочее редкое барахло. Также торговцы получат еще одну интересную функцию. Они смогут за некоторую плату выполнять для вас определенную работу. К примеру, ваш персонаж еще не умеет собирать мини-байки или не знает схемы пистолета, но все детали для сбора этого предмета у вас уже есть на руках. Так вот, вы сможете отдать эти детали соответствующему торговцу, и он соберет для вас этот предмет за определенную плату. Торговец также может научить вас создавать то, что вам нужно, но это скорее всего в качестве награды за выполненный квест. В будущем, скорее всего уже после выхода 17-й альфы, планируется дать возможность игрокам арендовать где-нибудь комнату на сутки за весьма приличную сумму, к примеру, чтобы переждать орду. Комнату можно будет снять у трейдера на базе или в казино, принадлежащих бандитам. Жоэл заверил нас, что после того, как искусственный интеллект будет окончательно доработан, мы уже не сможем так же быстро скрываться от зомби на крыше бара или магазина. Если мы не отнесемся серьезно к постройке и защите своей базы, то она может быть полностью уничтожена. Те же, кто вообще не хочет иметь дело с постройкой базы, смогут арендовать у торговца хранилище, чтобы можно было спокойно путешествовать по миру, не беспокоясь о сохранности своих вещей. Ну что ж, с типами торговцев и их возможностями разобрались. Теперь давайте пройдемся по концепт-артам торговцев, которые в своем видео показал нам Джоэл. Итак, торговец Боб. Это торговец-техник. У него на поясе можно рассмотреть сумки для инструментов, и можно сделать вывод, что этот торговец будет торговать в основном запчастями и ломом различных металлов, и прочим похожим барахлом. Как уже упоминалось выше, у этого торговца можно будет закупиться разными техническими ништяками, заказать сборку мини-байка, или выполнить квест, в результате которого научиться самостоятельно собирать мини-байк и прочее. Торговец Хью. Этот торговец-оружейник сможет вам предложить хороший ассортимент оружия и, возможно, брони, на любой вкус и цвет. Также этот торговец даст вам квесты, после выполнения которых вы сможете получить уникальное оружие, элементы брони или уникальные апгрейды для имеющейся у вас вещи. Глядя на одежду, в которую одет торговец, найти его, предположительно, можно будет только в зимнем биоме, ну или лесном. Для других биомов, скорее всего, должны быть нарисованы другие торговцы этого типа. Торговец Джоэл. Из того, что сообщил сам Джоэл, этот торговец был нарисован по его образу и подобию. И даже пальто на этом персонаже надето точно такое, какое носит сам Джоэл. Чем будет торговать этот персонаж, какие выдавать квесты и прочие моменты, мы пока не знаем, но думаю, скоро узнаем. Торговец Рект. Это торговец-фермер. В него вы сможете запастись едой и питьем, а также сможете купить семена для того, чтобы самостоятельно что-то вырастить. Это весьма врачливый старик и к тому же не очень приветливый. Но если его угостить пивом, возможно, он изменит свое к вам отношение и даже сделает скидку. Это были слова Джоэла. Можно ли будет так сделать на самом деле, непонятно. Известно, что этот торговец занимается экспериментами с радиоактивными растениями. И впоследствии мы не сможем его застать за прилавком. Скорее всего, его придется искать на огороде или в саду, где он, собственно, и будет проводить свои эксперименты. Но это будет позже. Уж точно не в 17-й Альфе. Концепт-арт. База торговца Боба. Возможно, раньше это была свалка автомобилей, и именно потому защитные стены этой базы сделаны из частично спрессованных старых колымак, модели которых в данный момент как раз и создаются разработчиками. Скорее всего, это будут специальные девелоперские строительные блоки, размером 3 блока в длину и 1 блок в высоту. И планируется дать возможность задавать им разные окраски. Автобус будет представлять собой модульную конструкцию, отдельными модулями которой будут передняя часть автобуса, средняя и задняя части. Каждая часть будет размером 3х3 блока, и также может быть окрашена в разные цвета. Следующее, что мы видим на этом рисунке, это водонапорные башни разной формы, а также подъемный экран на гусеничном ходу. Все это разработчики планируют попытаться повторить в точности, как представлено на этом рисунке. Вокруг базы можно рассмотреть бочки разного цвета, сейчас в игре у нас есть только бочки красного цвета, из которых мы в данный момент получаем топливо. На рисунке мы видим кроме красных бочек еще синие и черные. В синих бочках мы сможем, к примеру, находить воду, а если повезет наткнуться на черную бочку, то в ней мы сможем обнаружить масло. Достаточно редкий компонент в игре, в данный момент добываемый только при разборе машин гаечным ключом. Вы наверняка обратили внимание на огромную вертолетную площадку, которая по площади занимает чуть ли не четверть территории этой базы торговца. В видео про нее Джоэл ни слова не сказал, но то, что художник концептов уделил этому объекту такое внимание, просто кричит о том, что это не просто так. И в игре нас в скором времени ждет появление такого летательного аппарата, как гирокоптер. Скорее всего этого не случится в 17 Альфе, так как в начале разработчики планируют все-таки довести до ума наземный транспорт и уж только после этого убраться за реализацию летательных аппаратов. И последний концепт на сегодня это ручной волк. Как вы уже наверняка поняли, и я вам больше скажу, никто от вас этого никогда не скрывал, в 17 Альфе мы сможем приручать волков. На рисунке видно, что волк одет в броню и несет на себе седельные сумки. Приручив волка, мы получим свое распоряжение верного спутника, который будет постоянно следовать за нами и нести на себе часть наших вещей. Кроме этого, ваш новый союзник сможет защищать вас от опасностей, а также предупреждать об их приближении еще до того, как вы их обнаружите, что весьма полезно. Также, если я правильно понял, волку можно будет приказать собирать лут в некотором радиусе от вас, ну или просто обнаруживать его. Хотя второе не очень полезное, так как с обнаружением всяческих контейнеров у нас никаких проблем не возникает, Но вот если бы волк все-таки автоматически подбирал лут, было бы замечательно. К примеру, перебили мы бродячую миниорду и просто приказали волку собрать со всех трупов лут, а потом спокойно разобрали пустые трупы топориком. Следующая новость уже с форума, это новая модульная система. Разработчики хотят отказаться от модульной системы оружия и транспорта, которая есть сейчас и полностью ее переработать. Если рассматривать эту систему на примере оружия, то нам больше не дадут разбирать оружие на запчасти. Нам, к примеру, больше не придется искать рукоять от пистолета, чтобы собрать его. Новая система предполагает, что мы будем находить или покупать уже полностью собранное оружие, которое будет иметь единый параметр качества. На верстаке можно будет объединить, к примеру, два пистолета, без необходимости их разбирать на запчасти. Но и слоты, которые сейчас используются для частей оружия, никуда не денутся. Они будут использоваться уже для улучшений, которые будут влиять на те или иные параметры оружия. Подобную систему планируется сделать унифицированной, то есть она будет единой для оружия, брони и транспорта. К примеру, если вам надоело постоянно ломать ноги, то у вас будет выбор носить какие-то легендарные сапоги с эффектом защиты ног, или вы сможете модифицировать свою обувь с помощью какого-нибудь апгрейда, уменьшающего урон от падения, в частности уменьшающего шанс сломать ноги. Если вы заметили, то сейчас независимо от того, что вы носите, ваша одежда никак не влияет на шанс получения кровотечения, оглушения, заражения или перелома ноги. После того, как новая система будет введена, мы сможем наконец-то контролировать уровень защиты от определенного урона с помощью улучшения одежды и брони. А если навык экипировки будет достаточно сильно прокачан, то шанс получить урон от некоторых типов повреждений можно будет вообще свести к нулю. И небольшой анонс. На следующей неделе Джоэл обещает опубликовать видео, в котором покажет нам в работе переработанную физику на примере мини-байка. Новая физика позволила исправить ошибки проваливания мини-байка под текстуры поверхности мира и пропадения мини-байка. Со слов Джоэла, физика транспорта уже не уступает той, что есть в GTA. Вот постоянно он упоминает физику GTA, но не уточняет, на какую версию этой игры он ориентируется. Если вы смотрели прошлое мое видео, вы понимаете, о чем я говорю. Так или иначе, все выяснится через неделю. А на этом я с вами прощаюсь. С вами как всегда был Сурвагер. Не забывайте про лайки и репосты. Это мотивирует меня собирать для вас всяческие новости и слухи про нашу любимую игру 7 Days to Die. Увидимся в следующих видео. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!